Это Альфа Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа Пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Жизнь в эпоху санкций, параллельного импорта и высокого курса доллара накладывают на нас множество ограничений. Комплектующие в официальной рознице стоят дорого, и если хочется сэкономить, все дороги ведут в Китай. Цены на Алики и Озон зачастую значительно ниже, а выбор больше. Сборки на Xeon, инженерники, тонны видеокарт за копейки, SSD дешевле жестких дисков и оперативка на развес. На этой свалке еще нужно покопаться, чтобы найти истинный алмаз. Сегодня поговорим, какие комплектующие можно покупать в Китае, на что обращать внимание, а какое железо лучше обходить стороной. На связи МК, делимся опытом и рассказываем все о покупке железа из Китая в 2024 году. Поехали! Процессоры – одна из немногих категорий, копировать которую китайские инженеры пока не научились. Именно цены с Азон мы брали при подготовке прошлого ролика про недорогие Ryzen. Если в отзывах нет криминала, заказываем и экономим в полтора-два раза относительно того же ДНС. Может приехать, конечно, бэушный камень, но кремний есть кремний, и если он работает, скорее всего проблем не будет. Тем более, что для китайского рынка делают интересные эксклюзивы. Например, AMD Ryzen 5 7500F выпустили специально для Поднебесной. У Intel это серия Black Edition. А если копнуть еще глубже, можно найти множество инженерников под сокеты Intel, часто сразу с платами. Да, у них могут быть проблемы с PCI Express, хуже работать ОЗУ и слегка снижены частоты, но если поискать, Али полон интересных вариантов за недорого. Вообще, из Китая можно покупать любые комплектующие, где нет электроники. К примеру, мини-ITX корпуса, которых в том же ДНС не так много, а китайцы радуют интересными решениями. Это же относится и к кулерам. В официальной рознице за 1000 рублей предложат разве что боксовые решения. А вот на Али можно найти полноценную трехтрубочную башню. Такие крутиляторы охладят пыл любого шестиядерника. А вот с остальным есть нюансы. Мы тестировали несколько дешевых материнок от Honda и Jishui, и все они имеют одинаковые проблемы. Если производство текстолита и распайку компонентов китайцы осилили, то вот чипсеты БУ, а мосфеты в зоне питания на уровне хуананов. Но самое плохое – это отсутствие программной поддержки. На платы заливают голые болванки BIOS с минимальными адаптациями. В них может не быть поддержки XMP профилей, ребар и настроек энергопотребления, да и общая стабильность работы оставляет желать лучшего. Например, на одной из тестовых плат Honda на чипсете B450 последний BIOS датируется 22-м годом, то есть в нем просто нет поддержки новых Ryzen X3D. Фактически, покупая китайскую ноунейм-плату, вы остаетесь запертыми в рамках поколения, которое было актуально на момент заказа. А ведь под AM4 все еще выходят новые камни. Но есть исключения. Внутренние китайские бренды, напрямую работающие с Intel и AMD. Самые популярные на Алии Озон, Colorful и Max Sun – это официальные производители плат с нормальными сайтами техподдержки на английском языке, которые постоянно выпускают апдейты BIOS. Не стоит ожидать от таких вендоров стабильности на уровне MSI или Asus, но экономия выходит серьезной, и для не самых дорогих камней такие платы брать можно. К поднебесному флэшу тоже есть вопросы. После теста полтора десятка китайских SSD, мы пришли к выводу, что все они производятся по одному принципу. Ляо ставят то, что есть в наличии. Хуже всего от дела обстоят с SATA. Этот тип накопителей уходит в прошлое. Даже дешевые платы для Xeon давно уже имеют хотя бы один слот NVMe. Такие SSD берут самые простые сборки или под апгрейд, от них требуется просто взбодрить старое железо. Поэтому даже бренды на таких дисках экономят по-черному. У китайцев в ход идет все, что плохо лежит. Демообразцы, контроллеры десятилетней давности и память времен рассвета Windows 10. Поэтому скорости уровня флэшек после записи пары десятков гигабайт для таких накопителей – это норма. А процент брака среди SATA SSD очень высокий. С китайскими NVMe проще. Они банально невыгодны. Флэш памяти завались, дешевых новых контроллеров тоже. Как итог, цены на M.2 твердотельники даже в рознице, лишь немного выше, чем на Ozone или Ali. Поэтому нет никакого смысла покупать конструкторы из Поднебесной, если за те же деньги можно взять новый SSD на месте и с гарантией. Что касается оперативки, мы протестировали 7 популярных комплектов DDR4-3200 и DDR4-3600. И ситуация тут похожая. БУшные чипы, часто с перебитыми номерами. Модули без XMP. В основном это просто разгон стоковых планок DDR4-2400. Иногда они даже не запускались из коробки. Нужно было лезть в BIOS и крутить тайминги и напряжение. Но с другой стороны, в отличие от SSD, где на 15 штук было два проблемных, абсолютно все модули китайской DDR4 удалось завести на указанных частотах. Они стабильно проходили жесткие стресс-тесты и даже немного разгонялись. Поэтому тут смотрите сами. Сейчас ценник на брендовую память ударился об дно и снова начал расти. А у китайцев запасов много. И глядя на цены в DNS, неудивительно, что многие покупают DDR4 из Поднебесной в недорогие ПК. Но стоит помнить, что БУ есть БУ. Гарантии нет, и если через полгода начнутся синие экраны, или просто захочется увеличить объем, найти модули с точно такими же чипами, скорее всего, не получится. Но все это цветочки. Добро пожаловать в мультивселенную безумия. Китайские видеокарты Это Альфа Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Платите как удобно с Альфа Пэй любым смартфоном и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. На любой вкус. Новые анимешные RX 5700, которые после нашего обзора зачем-то смели с Азон. Народные RX 580 с запахом подвоха. Франкенштейны на мобильных чипах. И даже несуществующие карты, которые Nvidia никогда не выпускала. Китай был центром майнинга в оба бума. В стране строились целые фабрики по добыче криптовалют, а счет копающим видеокартам уходил за миллионы. Сейчас это подгнившее во влажном климате золото нужно куда-то сбыть. И китайцы извращаются как могут. Появились целые компании, занимающиеся только БУ-видеокартами. Такие как Сойо, Феладен, Мулсе, Джишуэ, Риск 51 и многие другие. Поднебесная работа с БУ-шными видеокартами поставлена на поток. Это целая индустрия, как когда-то с майнингом. Тысячи карт обслуживают, меняют вентиляторы, клеят в свои шильдики и с радостью отправляют туда, откуда они больше никогда не вернутся. Братья Ляо отлично понимают, что гарантия на их поделки – пара недель, в течение которых можно открыть спор. А потом никто не будет тратить на доставку обратно столько же, сколько потратили на гнилую рыксу. На экспорт идут самые уставшие. Их причесывают и загоняют хитрым скупердяем. Обычный человек ни за что не подумает, что у этой белой красавицы Сазона внутри подгнившие элементы и ржавые дроссели. Самое дорогое в видеокарте – это GPU и память. Платы в сравнении с ними стоят копейки. Поэтому если у мёртвого ноутбука выжил чип, он точно получит вторую жизнь на новом текстолите. Мобильные видеочипы слабо отличаются от десктопных. Поэтому китайцы быстро научились делать под них платы и продавать таких франкенштейнов ощутимо дешевле взрослых карт. Возможных проблем целый ворох. В сумраке китайских подвалов работают на скорость, а не на качество. GPU перегревают, криво сажают на самый дешёвый текстолит. Для мобильных RTX 20 и 30 требуются патченные драйверы. Пока их ещё делают. Но что будет через год, когда большая часть таких карт отправится в кремниевую вальгаллу? Вопрос риторический. И тут многие скажут. Да, покупка дешёвых китайских видеокарт – это лотерея, в которой выигрывают не только лишь все. Но что брать, когда денег не очень много, а поиграть хочется? Забудьте про Али Азон. Самое время заглянуть на какую-нибудь барахолку типа Авито. Обе площадки завалены различными. GTX 1660, Super и TI за 10-12 тысяч рублей. Эти карты всё ещё есть в официальной продаже. Они холодные, легко обслуживаются, поддерживают все современные технологии, включая мэш-шейдеры, и неплохо тянуты игры в Full HD. Конечно, на них тоже активно майнили, но в отличие от видеокарт Шрёдингера из Китая, никто не мешает найти продавца, который даст возможность заглянуть во внутренний мир карты до покупки. И ровно как с материнскими платами, в Китае есть вендоры, которые официально сотрудничают с AMD и Nvidia. Получают от них новые видеочипы и производят новые видеокарты. Самые популярные всё те же Colorful и Max Sun. Их карты серии RTX 40 брать можно. Внутри не будет гнилого бэушного криминала. Единственный нюанс также не будет и гарантий, но тут уже каждый решает сам. А что может быть лучше покупки замученной китайской Рексы? Конечно же, китайские блоки питания. У меня таких 5 штук. В общем, весят как один брендовый, а когда я их распаковал, комнату заволокло под небесными технологиями. Компонентная база внутри, моё почтение. Китайцы давно постигли тайны нанотехнологий с магнитной медью и бесконтактными дросселями. В общем, вы поняли. Брать такие БП категорически запрещено. Они заберут вместе с собой всё, что у вас есть. Подробнее об этих шахидах мы, может быть, ещё расскажем. А вот чего у китайцев не отнять, так это ОЕМ-ные миники. Они научились производить неплохие дешёвые мини-ПК на чипах AMD. Конечно, зачастую процессоры Ryzen в них БУ. Но без криминала. Пара лет жизни в каком-нибудь ультрабуке никак не повлияют на стабильность. Зато стоят такие камни дёшево. И за 20 тысяч можно найти готовый к работе миник на шестиядерном процессоре с 16 гигабайтами ОЗУ, SSD на полтерабайта и графикой Вега, которая способна тянуть доту или те же танки. А если закинуть ещё десятку, открывается следующий уровень, со свежими восьмиядерными чипами и графикой RDNA. Такие малютки способны тянуть даже киберпанк. У меня как раз пока ещё лежит один из таких мини-ПК с интересным инженерным процессором. Расскажем о нём в следующих роликах. За последние несколько лет ситуация с комплектующими из Поднебесной сильно изменилась. Высокая цена на новое железо привела к появлению на китайских площадках огромного количества палёных компонентов для ПК, большая часть из которых создаётся по принципу «делай дешевле, отправляй в один конец». Но бешеный спрос привёл и к развитию в стране местных официальных брендов. У меня как раз лежит одна из фирменных материнок от Maxan. Мы её в одном из следующих роликов с интересным процессором протестируем. Мы не затронули тему мониторов, потому что не сталкивались с китайскими моделями. Если у вас есть опыт, расскажите о нём в комментариях, ну и возможно мы закажем пару моделей для обзора. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. В описании ссылочка на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте. Подписывайтесь, там мы ежедневно обсуждаем и публикуем интересные IT-новости. Ещё увидимся. Пока.